В правительстве края разработали и утвердили новые правила раздельного накопления твердых коммунальных отходов, которые вступят в силу с 1 марта 2020 года. По ним накопление ТКУ можно организовать двумя способами, многоконтейнерным и двухконтейнерным. В обоих случаях жильцам предлагается выбрасывать мусор, разделяя его на составные элементы. Вот многоконтейнерный вариант предлагает установку отдельных контейнеров для каждого вида вторичного сырья, к примеру, для стекла, бумаги и картона, пластика, пищевых отходов и так далее. При двухконтейнерном человек сможет выбрасывать все перерабатываемые виды мусора в один контейнер, а все остальные в другой. В любом из вариантов в дальнейшем мусор будет отсортирован и более тщательно уже на перерабатывающем предприятии. Разработанный порядок призван помочь систематизировать и унифицировать процесс накопления мусора. В министерстве ЖКХ призывают жителей более подробно изучить все аспекты новой системы обращения с бытовыми отходами, ведь в конечном итоге у людей появится возможность экономить на этой услуге. И вот любопытно, что об этом думают наши телезрители. Итак, какой способ сортировки мусора вам ближе? Таков вопрос нашего сегодняшнего интерактивного голосования. Ну и предлагаем варианты ответов. Первый – это двухконтейнерный. Ну вот, собственно, напомню, в таком случае вы просто разделяете весь свой мусор на тот, который подлежит переработке, и тот, который не подлежит. Вот, пожалуйста, телефон для голосования, если вы согласны с этим вариантом. Еще один вариант – это многоконтейнерный. То есть вы готовы разделять мусор сразу на пластик, стекло, картон, органику, ну и так далее. Согласны? Звоните по этому номеру телефона. Ну и, наконец, третий вариант – это никакой. Возможно, среди предложенных вариантов нет подходящего, а может, вы просто пока не готовы к сортировке. В любом случае тогда голосуйте. Вот телефон для этого варианта ответа. Коллеги, вы как? Я, конечно же, за многоконтейнерный вариант. Я, в принципе, и сейчас также сортирую мусор, только отвожу его на переработку. Это совершенно не сложно. Просто отдельно стекло сложили, отдельно пластик разного вида и так далее. Да, я тоже к этому привык, поэтому ничего в этом сложного не вижу. Ну, вот лично мне было бы удобно, конечно, двухконтейнерный способ, когда есть вот отходы, которые подлежат переработке, которые не подлежат, а потом уже дальше разбираются. Но я пришел к тому, что хотя бы пластик начал сортировать. Правда, вот этот пакет у меня собирается, ну, из-за небольшого количества пластика, ну, уже месяца два. Но, в любом случае, нам важно ваше мнение. Звоните сейчас нам в прямой эфир. Напомню вопрос, какой способ сортировки мусора вам ближе. Это «Утро с губернией». Ну, а пока вы голосуете, продолжим разговор с нашим гостем. В студии Владимир Сидоров, руководитель регионального отделения Центра ЖКХ «Контроль», член Общественного совета Министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Давайте разберемся. Процедура раздельного сбора отходов и мусора – это все-таки требование или пока еще предложение? Ну, тот документ, который родился в МинжКХ – это, конечно, очень важный путь становления системы раздельного сбора. Очень хорошо, что мы вообще из уст чиновников слышим слово «раздельный сбор». И вот пять лет назад представить себе нельзя было, чтобы глава нашего государства уделил этой теме огромное внимание. И это было скорее уделом небольшого пласта предпринимателей, экоактивистов, экспертов. Сейчас, знаем мы, ситуация идет, развивается очень активно, принята реформа. И, безусловно, этот документ призван нам на будущее поставить рамки той системы, которая, безусловно, будет создаваться и в Хабаровском крае, и в городе Хабаровске, и в других небольших населенных пунктах. Конечно же, все, что сейчас в документе находится, носит рекомендательный характер. Естественно, инфраструктуру под и многоконтейнерную систему, и под двухконтейнерную предстоит еще только создавать. Но уже сейчас жители должны подготовиться, должны морально принять то, что скоро эта система будет вводиться. Ну и сейчас действительно очень многие, даже не то, что в добровольно-принудительном порядке, а конкретно в добровольном порядке готовы сортировать мусор. Но с чего нужно начать? Для того, чтобы установили как раз, опять же, те же мусороприемники, приемники отходов, двухконтейнерные, не знаю, многоконтейнерные. Это должно быть, нужно собирать там совет дома, или что нужно сделать в первую очередь? Ну, нужно, прежде всего, понимать, что сейчас идет действительно установка в Хабаровске, пока только в таком в пилотном режиме установка контейнеров для двух типов отходов. Наиболее рентабельная для переработчика сейчас собирать PET, это совершенно всем известная бутылка для напитков, и макулатура, так как это наиболее ликвидное сырье, которое сегодня имеет фактически... Это стоимость, да? И стоимость, и имеет производственные мощности. Вот сейчас как раз открывается у нас в городе Хабаровске завод ДВ Сеньхи, это завод по переработке картона. Есть мощности по переработке пластиковой тары, это и завод Полимер ДВ, и БАС-пластик. То есть перерабатывающая промышленность у нас, слава богу, есть. Порядка 60 площадок оборудовано сегодня в Хабаровске контейнерами для сбора PET и бумаги. Для этого необходимо принять решение на общем собрании, уведомить об этом управляющую компанию. Пока только одна организация занимается установкой сегодня таких контейнеров. Это компания «Чистая планета», которая устанавливает и обслуживает контейнеры для сбора в жилмассивах. Что касается людей, которые сегодня... Уже была информация о том, что мы как общественные организации сегодня идем немножко впереди, и для людей, которые готовы сегодня разделять отходы, даем мы такую возможность по большему количеству фракций. Это порядка 15 компонентов отходов, которые сегодня собираются в рамках проекта «Раздельный сбор». Но сбор происходит не около подъезда у вас, а в определенных местах. Ну вот, я думаю, что вы, по крайней мере, точно уже знаете, где эти сборы проходят. Многих оборовчаней также. Мы подвели итоги порядка 25 акций уже проведено с начала 2019 года. У нас уже на сегодняшний день 4 точки по городу, где эти отходы принимаются. Порядка 12 тысяч человек приняло участие в этих акциях. И собрали мы около 800 кубов сортированных отходов по 15 категориям. Это достаточно хороший результат для Хабаровска, но идти еще долго в этом пути придется. А вот установка вот этих контейнеров, да, это из каких денег? За чей счет? Может быть, те компании, которые организовывают сбор и переработку? Мы, конечно, очень надеемся, что в Хабаровск придет инвестор, придет региональный оператор, который захочет заниматься раздельным сбором, и для жилмассивов эти контейнеры будут бесплатны. Пока, к сожалению, какое-то количество нам удается действительно делать бесплатно. Это контейнеры, которые в рамках акций проводятся у нас, устанавливаются во дворах. Но действительно, они имеют стоимость определенную. И управляющая компания, если жильцы к этому готовы, платит эти небольшие деньги, эти контейнеры устанавливаются на жилмассиве, и впоследствии уже, естественно, компания вывозит все, что в них накапливается. То есть за свой счет они вывозят? А компания, которая устанавливала контейнеры? Конечно, она вывозит это. Единственные вопросы возникают, конечно, уже сейчас, и достаточно сложная у этих процессов логистика, необходимо, чтобы и совет дома, и управляющая компания, безусловно, работу проводила с жильцами. Потому что очень часто бывает, что контейнеры люди помещают посторонние виды отходов. Именно поэтому мы сейчас не ставим повально во всех жилмассивах, а делаем это только там, где люди действительно к этому готовы, готовы за этим следить, готовы заниматься этим со своими соседями. А действительно ли можно на разделение мусора сэкономить по квитанциям? Действительно, в федеральном законодательстве прописана норма, которая позволяет делать расчет, ну, уже когда придет региональный оператор, делать расчет по факту для тех жилмассивов, где установлены контейнерные площадки с раздельным сбором. Экономия достаточно серьезная, поэтому очень многие жилмассивы уже сейчас озаботились установкой подобных контейнеров. Мы знаем, что с приходом регионального оператора тариф будет увеличен незначительно, но, тем не менее, экономия будет достаточно ощутимая. Ну, у нас сейчас проводился интерактив, интерактивное голосование. Мы спрашивали, какой способ сортировки мусора вам ближе, и вот только что, к сожалению, перевысил вариант «никакой». Но при этом, если брать, что все интервью ориентировал многоконтейнерный, а если приплюсовать к нему еще и двухконтейнерный, то все-таки людей, которые готовы, в принципе, сортировать мусор, их все-таки больше. Владимир, вам большое спасибо за ответы на вопросы. У нас в студии был Владимир Сидоров, руководитель регионального отделения Центра ЖКХ «Контроль», член Общественного совета Министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.